МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МЕЖНАРОДНЫЙ ЦЕНТР НАВУКИ И АДУКАЦИИ СЁННЯ УГДУ ИМЯ ФРАНЦИСКА СКАРЫНЫЙ ПРАСТУПИЛІ ДА ЗАНЯТКА У СТУДЕНТЫ З ГЕРМАНІЇ СВЯТА ДЛЯ УСЁЮ СЯМЇЇ У ГОМЕЛЮ ПРАЙШОУ ПЕРШЕ ФЕМИЛІ ФЕСТ А ЗАРАЗ АБ ГЭТЫМ І ІНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА БЕЛАРУССЁЛЯ ТАЗБЯРЕ КАЛЯ ДІСЯТІ МИЛЬОНАУ ТОН ЗБОЖЖАВЫХ АБ ГЭТЫМ ПАВЕДАМІУ МИНИСТРЫ СЕЛЬСКОЙ ГОСПАДАРКІ И ХАРЧАВАННЯ ЛЯНИД ЗАЕЦ ПРЫ ГЭТЫМ КЕРАУННИК ВЕДАМСТВА ПРЫЗНАУ, ЧТО ГЭТЫЙ ГОД СТАУ НЕПРОСТЫМ ДЛЯ АХРАРЫУ И НЕ БЫЛО УПЕВНЕННОСТИ У ОТРЫМАННИ МИНАВИТА ТАКІХ РЕЗУЛЬТАТАУ ПА ВОДЛЯ СЛОУ МИНИСТРА НА СЁННЕ НА ПАЛЯХ ЗНАХОДЦЦЕ СЩЕ КАЛЯ 250 ТЫСІ ТЫСІ ЧТОН ЗБОЖАВЫХ ПЛЮС СТО СЕМДЕСЯТ ТЫСІ ЧУ У СЕЛЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ГАСПАДАРКАХ ЧАКАЯЦЯ ТАКСАМА ДОБРЫЙ УРАДЖАЙ КУКУРУЗЫ И РАПСУ ЗАРАЗ НА ПАЛЯХ ИДЕ УБОРКА БУЛЬБЫ УБРАНА МАЛЬ ЧАТЫРЫ ПРАЦЕНТЫ УРАДЖАЙНОСТЬ ВЫШЕЙШАЯ ЗА МЕНУЛАГОДНЮЮ У НАШЕМ РЕГЮІНЕ УБРАНА СЕМ ПРАЦЕНТОУ ПАЛЁУ ПА ТЕМПАХ РАБОТ ЛІДІРУЮТЬ ГАСПАДАРКІ ГОМЕЛЬСКАГА И РЭЧИЦКАГА РАЙОНАУ У БЕЛАРУССІ РАСПАЧАЛАСЯ НАРЫХТОВКА ЖУРАВІН ДІКА РУСЛУ ЯГОДУ УЖО МОЖНЫ ЗБІРАЦЮ У БРЕССКАЙ И ГОМЕЛЬСКАЙ АБЛАСТЯХ ШОСТАГА ВЕРАСНЯ ЗБОР ДАЗВОЛІНЫ У ГРОДІНСКАЙ В ОБЛАСТІ 8-ГА МІНСКАЙ И МОГЕЛЬОВСКАЙ З 9-ГА ВЕРАСНЯ У ВІТІБСКАЙ У МЯНУЛЫМ ГОДІ ДІРЖАВА ЗАКУПІЛА У НАСЕЛЬНІСТВА БОЛЬШЕ АК СІМСОТ ТОН ЖУРАВІН ЗНАЧНО АБЄОМ НАРЫХТОВАК ТРАДЫЦЫЙ НАЙДІ НА ЭКСПАРТ Чым давжей сыр спея, тем левш яго густ На Рогачовским молочно-консервовым комбинате рыхтуется выпустить у реализацию пармезан с термином поспевання 12 месяцев Дагетелю гандлевую сетку поступали сыры, на вытворчость яких потребна утрая менш часу Пармезан, який целый год поспевая у специальной камеры, володая больш вытонченным смаком Одним з перших рогачовскую новинку оценил наш корреспондент Дмитрий Котау История заявления у Рогачовой вытворчости сыра пармезан берет свой початок з Италии У 2015-м уходе делегация региона на шале со старшинёй Абалвы Конкама Владимиром Дворником наведала международную выставу Экспа у Милани Подчас визиту представники Гомельской области побывали так само у Парме Тут я не ознайомился с вытворчостью вядомого на весь свет сыра пармезан Тады и узникла идея выпуска аналогичной продукции у Рогачои Мы попробовали новый продукт, увидели результат Мы сегодня уже вышли на срок годности год и более Это подтвердила вся сертификация Это подтвердили уже дипломы, получившие на международных выставках Поэтому видим дальнейшее развитие данного продукта Пармезан относится до твёрдой группы сыров Для его вытворчости выкористовывается сыровина только самой высокой якости На одну тонну приблизно необходима каля 10 тонн молока класса «Экстра» А днятность гетага сыра у первой червы долгий термин поспевания От 4 до 12 месяцев Этот процесс ожитивляется в специальных камерах, где усталеванный оптимальный температурный режим От 10 до 14 градусов и вильготность не высшая за 80% Созревает он в латексе, это необходимо для данного вида сыра Потому что сыр постоянно должен, лишняя влага должна удаляться из него Поэтому очень важно на деревянных полках созревание проводить Сыр должен дышать Если образуется там сыворотка излишняя, которая удаляется из сыра Деревянная полка должна поглощать её Поэтому вот эти требования Требования к полкам, что они должны быть либо из пластических масс Либо из нержавеющих К данному сыру, конечно, не подходит В месяц на Рогачевском молочно-консервовом комбинате Выпускают до 20 тонн сыра пармезан По кулю гандлевую сетку троплял только сыр С термином поспевания 4 и 6 месяцев Зусим худко заявится и пармезан На вытворчность, которого потребны целый год Планируем к реализации Сыр будет со сроком созревания 12 месяцев Вот мы сейчас разрезали его И видим, что структура просто идеальна Тесто склонное к радиальному раскалыванию В тесте наблюдаются отдельные кристаллики лактата кальция Хочу отметить, что у этого сыра Казеин, основной белок молока Расщеплён уже до такой степени Фактически до пептидов и аминокислот И перешёл в наиболее легко освояемую форму Плануется, что попробовать новый сыр Гурманы смогут уже сёлита А до налога с меньшим термином поспевания Его отрознявая больше вытонченный, ярко выявленный смак Дмитрий Котов, Валерий Гапанько Телерадиокомпания Гомель, Зрогачёва Протягиваем выпуск Сегодня у Гомельском государственном университете Имя Франциска Скарины Приступили до занятка у студенты Выстоящих навучальных установ Германии На протягу нескольких тыднёв яны прослухают курс лекции Парадиоцинной и экологичной бяспецы А таксама наведают территории, які потерпели у вынеку Чарнобыльской катастрофы Перспективы международного супрацовництва оценил Олег Сентюроу Сегодня у Гомельском государственном университете Вочи собочек 700 замежных студентов Замаль 20 краин света У дымнику Испании, Италии и Израиля Представников Германии, сиротых пакуль нема Кто не выключает максимум обмену делегациями по конкретных питаниях Головный метод этого визита Отримание информации по питаниях радиоцины и экологичной бяспецы Декан биологичного факультета Виктор Аверин Одинный представник от СНД у Международной комиссии Якая займается распроцовкой системы реагирования У вынеку аварии на атомной станции А тому о реальной ситуации и максимальных наступствах Он ведает усе Открываю картинку по Европе И сколько там насыщено атомных станций И сколько там находится хранительство радиоактивных отходов Кроме того, высокая плотность населения Хочу сказать, что эта проблема для Европы очень актуальна Поэтому я думаю, что она очень важна и интересна Кроме того, на сегодняшний день проблема существует и в том Что даже если где-то появляются продукты питания С одним бикерелем загрязнения Они должны будут вноситься в базу данных В Европе есть очень осторожное отношение к продуктам питания Опрашивая лекции у программы визита немецких студентов Ознаемление с Гомелем и Полевским державным радиоцино-экологичным заповедником Наибольшь забороженной территории студенты наведывать не будут Али уявить ситуацию, которая может возникнуть после ядерной аварии Меж тем, у Гомельском державном университете Не выключают махчимысь, что гэтая группа не будет опошней Тем больше, что на минулом тыдне установа официально Долучилась до Балунского процесса И стала третьей вышедшей научной установой Беларуси Якая подписала великую университетскую харту Международное сотрудничество у нас очень быстро и бурно развивается У нас есть совместные лаборатории, начиная от совместной лаборатории С Нанкинским университетом по вакуумно-плазменным технологиям Есть совместная лаборатория с Польской академией наук по золь-гель-технологиям Кабинет Конфуция, кабинет русистики А всего более со 130 университетами ближнего и дальнего зарубежья заключены договора Российский университет Дружбы народу Киевский национальный экономический университет Софийский университет Святого Климента Ахрыцкого Институт прикладной физики в Вьетнамской академии наук Университет Хуаба Дукали Аль-Жадидез Марока Университет города Мичиган с Азлоченных Штатов Америки И это далеко не полный спис партнеров гуменчан Каля 20 погоднений тут заключились с китайскими ВНУ и корпорациями Гэта вектор, до речи, зараз развивается особливо активно Приемом делегации студентов с Германии Международное супрационерство Гомельского державного университета не завершается Уже в листопаде тут будет открытый первый региональный институт Конфуция Задача которого – грунтованное выучение китайской мовы и культуры У свою чергу, прас неколь киты дню, местовые выкладчики Накируются у Шанхайский университет Де будут учить уже китайских студентов русской мови Олег Сентюров, Игорь Мариченко, телерадокомпания Гомель Новый вид городского отпочинку Первый гомельский фэмили-фест пройшел на минулых выходных Такий подарунок любимому городу до 875 дня народжения Зрабил Палац культуры фестивальный Фэмили-фест организовали под открытым небом Стадион «Луч» подзялили на некольки тематичных пляцовок полян Арт-поляна знайомила гостей с вырабами гончарного и кавальского мастацтва На поляне «Фэмили-хэлп» батькам пропоновали консультации психологов и педагогов На детячее поляне малых забавляли аниматоры Особливой популярностью у детей корысталася поляна «Братов наших меньших» Головная мета такого забавляльного и познавального феста – популяризация семейных каштоунастя И коротко про надворье В осень все лето вырошила долго не чакать и одразу заявить про себя Надворье изменится уже в ближайшие сутки В ночи макчимые навальницы и мощные дожджи Завтра в день чекается до 18 градусов тепла И далее слубки термометра попаузуть вниз До выходных будет от 12 до 14 градусов в ночи и от 13 до 15 в день При этом весь працонный тыдень будет похмурный и дождливый Папа передних дадзины хопатки спыняться на выходных и станет теплей ГТ, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете По адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Спортивный огляд» С новинами спорту вас познайомить мой коллега Михаил Садоуски